Добрый день, дорогие слушатели! Сегодня мы с вами рассмотрим тему «Сырьевые, материальные и топливно-энергетические ресурсы». Все материальные ресурсы, используемые в промышленности в качестве предметов труда, условно подразделяются на сырьевые и топливно-энергетические. Материальные ресурсы, используемые в производстве в качестве предметов труда, условно подразделяются на сырье, материалы и топливо. Материалы – это предметы труда, на которые затрачен труд, и в результате этого претерпели определенные преобразования, изменения, а главное – приобретена стоимость. Под сырьем понимают всякий предмет труда, на добычу и производство которого затрачен труд. К сырью относятся продукции, добывающие промышленности, руда, нефть, уголь, песок, щебень, и сельскохозяйственная продукция – зерно, картофель, свекла и т.д. Сырьевые ресурсы классифицируются по характеру участия в изготовлении продукции в зависимости от функции, которую выполняет сырье, создание продукции. Оно подразделяется на основное и вспомогательное. По характеру и размерам затрат труда сырье классифицируется на первичное и вторичное. По критерию происхождения сырье может быть промышленным и сельскохозяйственным. По характеру образования сырье делится на минеральное, органическое и химическое. По степени воспроизводимости сырьевые ресурсы могут быть невоспроизводимыми и воспроизводимыми. По качественным признакам сырьевые ресурсы классифицируются по содержанию полезных компонентов, глубине залегания, сортам, длине и прочности волокон. Топливо и электроэнергия являются материальными ресурсами особого рода. По характеру участия в производственном процессе топливо относится к вспомогательному сырью, но в силу существенной значимости в экономике оно выделяется в самостоятельную группу. Топливо содействует процессу производства готовой продукции, форме энергии и так далее. Различают потенциальные и реальные топливно-энергетические ресурсы. Потенциальные топливно-энергетические ресурсы – это объем запасов всех видов топлива и энергии, которыми располагает страна тот или иной экономический район. Реальные – это совокупность всех видов энергии, используемых в экономике страны предприятиями. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова